Здесь находится подарок Анечки, самокат, пусть ездит, катается. Я думаю, что все и хорошо получится. Потом будет мотоцикл, потом будет машина. На предновогодней сессии Алтайского законодательного собрания парламентарии превратились из законодательной власти в исполнительную, осуществив мечты детей в рамках седьмой традиционной акции «Желание под елкой». Всего в программе поучаствовало 15 образований края, из которых пришло более 800 заявок. Среди самых популярных запросов – ролики и наборы для рисования. У самих депутатов в этом вопросе запросы были другие. Это 6-7 лет, соответственно, я уже почти стал октябренком. Я был вожатым звездочкой имени Саманта Смит. Это была такая известная девочка американская, помните, Катя Лучева, Саманта Смит. И они желали мира в всем мире. Поэтому, я думаю, те же самые желания остаются и сейчас актуальными. Мира во всем мире хочет и депутат Владимир Громов. За его участие в СВО парламентарии наградили Орденом Мужества. По контракту он попал в зону боевых действий в марте. Командовал выводом нескольких взводов бойцов из-под минометного и танкового огня. В первых рядах проходил минное поле и отважно спешил на помощь раненым товарищам. При выходе из лесничества меня подснял снайпер, выстрелил в руку, целился в голову. Но так как я нес на перевес РПГ, получилось так, что он попал в руку. Пришлось выползать оттуда, потерял много крови. Но в итоге оказался в госпитале, где была произведена операция. Впоследствии еще узнал, что у меня перелом третьего крестца позвоночника. После награждения сессия вернулась в стандартный режим работы. 19 вопросов в повестке, один из них – закон о наименованиях муниципалитетов. На самом деле он устранит сумятицу определенную, когда мы знаем, что у нас в одном районе бывают, есть Шипунова-1, Шипунова-2. Соответственно, у нас есть Алексеевки, Николаевки, множество сел с одинаковым наименованием. Поэтому мы устанавливаем полное наименование в данном законопроекте и сокращенное наименование. Это упростит работу, может быть, и в социальной сфере, с точки зрения почтовых отправлений. Другим важным вопросом стало назначение Евгения Дешевых на пост министра экономического развития края. Ранее он занимал должность начальника регионального управления по туризму. Новую кандидатуру предложил губернатор Виктор Томенко. Первое, о чем спросили Евгения Дешевых – борьба с ценами на яйца. По информации Министерства сельского хозяйства Алтайского края, уже в торговой сети птицефабрики «Молодежная» стоимость десятка яиц не будет превышать 100 рублей. Другой экономический вопрос коснулся отчета о проведении выборов губернатора в этом году. 8% от заложенной суммы – это 26 миллионов рублей – удалось сэкономить и направить обратно в казну. Также парламентарии уже запланировали работу АКЗС на первое полугодие 2024 года. В том числе мы хотим посмотреть, как работает наш закон о волонтерстве и добровольчестве. И не исключаю, что будут внесены уточняющие изменения данного закона и части его совершенствования дальнейшей работы. Конечно же, будем смотреть вопросы экономической политики. И не исключаем, что вернемся к вопросам налогообложения, в том числе и малого бизнеса. Ближайшая сессия АКЗС состоится в конце января. На следующий год уже запланировано 37 законопроектов. Никуда не денется и нововведение с приглашением глав районов. Всего на 2024 в АКЗС запланировано более сотни мероприятий. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.